Добрый день всем присутствующим. Добрый день. С вами компания Китфинансы и я Елена Беляева. И наш очередной брифинг, посвященный техническому анализу нашего рынка. Сразу же хочу обратить внимание, что завтра брифинга не будет, в понедельник будет. Вопрос есть по поводу утреннего сегодняшнего брифинга Эспрессо. Сегодня были технические проблемы и не удалось провести брифинг. Бывают иногда такие вещи. Итак, давайте посмотрим, что у нас сегодня нового интересного. Сегодня ждем заседания ОПЕК. В 18 часов, если я не ошибаюсь, должна быть пресс-конференция. То есть все интересное будет происходить на рынке поздно вечером, то есть перед самым закрытием. Есть практически такая сильная уверенность у участников рынка, что участники саммита не договорятся. И, соответственно, снижения квот не будет, и это будет действовать на нефть снижением. И, соответственно, когда есть такая сильная уверенность, скорее всего, это событие уже заложено в цену. И в том случае, если будут какие-то позитивные подвижки, ну, скажем, будут какие-то решения приняты на этом заседании по ограничению количества добываемой нефти или так далее, то, наоборот, может быть в начальный момент позитивная реакция. Поэтому здесь предположить сейчас, как будет развиваться событие, собственно, даже никто не верется. Слишком, так скажем, разные интересы у участников саммита. Каждый, конечно же, будет лоббировать свои интересы. И, честно говоря, вероятность того, что будут достигнуты какие-то договоренности, очень мало. Значит, что, какое здесь ожидание для нашего рынка. То есть, скорее всего, просто увеличение волатильности. У индекса ММВБ очень большое желание двигаться на более высокие уровни. Поэтому здесь, скорее всего, все равно не получится отбить это желание. Но смотрим по ситуации. Значит, здесь на графике индекса ММВБ очень сильный уровень поддержки, уровень 1490. Если будет пробой этого уровня, то, собственно, будет заход в коррекцию. И там в этом случае длинные оппозиции будет смысл закрывать. И даже по каким-то бумагам, скорее всего, будет смысл заходить в короткие оппозиции. Будем надеяться, что этого не произойдет. Но на всякий случай вот такую возможность тоже оставляем. Пока у рынка все-таки есть возможность двинуться на более высокие уровни в конце года. Скорее всего, мне кажется, это все-таки будет после 4 декабря или в преддверии 4 декабря. То есть все ждут от обращения Путина к Федеральному собранию, ждут каких-то озвучивания новых мер по стимулированию экономики. И, соответственно, возможно, вот эти вот заявления будут восприняты позитивно и будут использованы участники рынка для того, чтобы ввести рынок на более высокие уровни. Поэтому до конца года цель по индексу МВБ минимум 1600 рассматриваем. Но, скорее всего, это будет такой краткосрочный всплеск. И, соответственно, там нужно будет фиксировать позиции. Вот такой план. Сегодня после ОПЕК, скорее всего, высокая волатильность. И, собственно, предсказать движение пока не представляется возможным. Сегодня приближение ОПЕК в первую очередь повлияло на пару доллар-рубль. То есть спекулянты начали фиксировать прибыль здесь по этой паре. И то, что мы видим здесь коррекция, это именно фиксация прибыли и закрытие позиций перед рискованным мероприятием. Поэтому после выхода уже новостей возможны любые движения здесь тоже, как в ту, так и в другую сторону. То есть начавшаяся коррекция – это еще не показатель того, что рубль дальше будет продолжать укрепляться. Вот то, что касается рубля. То, что касается отдельных бумаг. Здесь какая ситуация сейчас на рынке? То есть металлургический сектор, который мы на протяжении последних пары месяцев отслеживали движение вверх, цен бумаг металлургического сектора, он по сути дела уже исчерпал свой потенциал и бумаги достигли целевых уровней. То есть здесь идея по сути дела уже исчерпана. Значит, все-таки есть еще не отыгранные идеи ослабления рубля. То есть есть еще, так скажем, компании-экспортеры, которые не полностью отыграли те преимущества, которые они получают от ослабления рубля. Вот среди этих бумаг можно назвать, ну, бумаги не совсем, так скажем, сильно ликвидные, поэтому большими позициями там заходить не стоит, но, в принципе, вот ситуацию можно посмотреть. Фосагра здесь очень четкий уровень сопротивления сейчас 1540. Если он будет пробиваться, то, собственно, можно немножко попробовать вот в этой ситуации поучаствовать. То есть вышли, компания производит удобрения, вышли, отчетность вышла достаточно неплохая, и, собственно, компания должна получить также преимущество на фоне ослабевания рубля. То есть здесь, скорее всего, это еще не заложено в цене, тут еще недостаточное было движение. То есть какой-то, мне кажется, потенциал здесь есть. Уралкалий бы мог в этой ситуации поучаствовать, но он сейчас со своей аварией немножко выпал из этой ситуации, поэтому, скорее всего, его рассматривать не стоит. И, возможно, еще есть некоторые компании, в которых не полностью еще достигнуты целевые уровни. То есть это может быть вот в Русале, мне кажется, еще есть какие-то потенциалы для движения вверх. И у Акрона, мне кажется, тоже есть некоторая еще возможность двигаться на более высокие уровни. Там тоже еще движение не соответствовало масштабам ослабления. И по золотодобывающим компаниям вчера говорили, был вопрос по поводу того, почему такое было движение сильное по полю золота, по полю металлу. Дело все в том, что обсуждается сейчас законопроект об ограничении экспорта золота. То есть могут обязать Минфин выкупать все производимое золото, выкупать здесь на корню и не вывозить его за пределы. В этом случае у компаний будет постоянный покупатель, им не нужно будет нести расходы на маркетинг, и, собственно, они в этом выиграют. Поэтому как раз полю золота и полю металл на эту ситуацию отреагировали таким бурным ростом. Но там такая активная фаза этого роста уже, собственно, произошла, поэтому подключаться к этому процессу, мне кажется, уже поздновато. Дальше вопрос, когда будут опубликованы результаты заседания ОПЕК. В 18 часов будет сама пресс-конференция, начнется в 18 часов. Ну и, соответственно, по ходу появления каких-то заявлений будут появляться новости после 18, собственно. Так, по отдельным бумагам давайте смотреть, что тут происходит. По ВТБ потихонечку продолжается набор высоты. Есть уже какое-то некоторое ощущение перекупленности здесь в бумагах, но пока я думаю, что поддержать длинные позиции стоит. Пока вероятность достижения 5 копеечного уровня пока остается, поэтому я думаю, что пока держим длинные позиции. Здесь разворота, сигналов на разворот нет. С Газпромом все также нехорошо, то есть без Газпрома, без Сбербанка вообще рынку очень будет сложно двигаться в район 1600 пунктов, то есть движение на более высокие уровни у всего рынка будет только в том случае, если в этом движении будут участвовать Газпром и Сбербанк. Поэтому, по сути дела, по этим двум бумагам можно определять начало. То есть если здесь на Газпроме пойдет пробой уровня 146 рублей, то, собственно, можно считать это сигналом начала вот этого новогоднего ралли, и тогда можно включаться в позиции по другим бумагам. Длинные позиции есть смысл открывать. Пока вот этого не происходит, можно пока не усердствовать, потому что здесь могут быть и другие варианты. Поэтому здесь по Газпрому пока смотрим, как развивается ситуация, и, в общем-то, если на Газпром приходит движение, то тогда можно открывать позиции и по самому Газпрому, и, собственно, по тем бумагам, которые будут в этот момент выглядеть обещающие на рынке. Норникель, я думаю, что уже, в общем-то, достиг своих целевых уровней. Уровней пока сигнала на выход не было, но, собственно, с новыми позициями заходить смысла не имеют. Дальше. Лукойл. Пока движение вверх продолжается. По Лукойлу последнее время были хорошие новости о начале новых проектов зарубежных, поэтому эта информация поддерживала бумаги и, собственно, скорее всего, будет поддерживать и дальше. Но такая Лукойл-бумага не сильно трендовая, поэтому здесь, мне кажется, что можно найти какие-то более интересные варианты сейчас по рынку, где будут более определенные движения и более ярко выраженные. Дальше. По Сбербанку тоже нас печалит ситуация в Сбербанке. То есть, опять-таки, без Сбербанка рынку сложно будет набирать высоту, и пока здесь ничего абсолютно интересного не происходит. То есть, если здесь будет выход выше 74,5, только тогда можно говорить о том, что что-то интересное здесь начало проявляться. Поэтому здесь пока я сказала бы без позиций, но смотрим на Сбербанк, потому что он, собственно, индикатор всего рынка. Так, дальше. Роснефть. Мы говорили о возможности здесь удерживания длинной позиции. Мне кажется, пока такая возможность сохраняется. То есть, здесь длинная позиция, мне кажется, можно удерживать. И здесь есть минимальный потенциал движения в район 241 рубль, но, возможно, будет и более существенное движение. Поэтому мне кажется, что здесь поддержать длинные позиции можно. Так, по заявкам по Мосбирже спрашивают, почему такая кислая ситуация здесь? Ну, собственно, ничего плохого на самом деле я не вижу. Мне кажется, что все развивается, так скажем, в рамках того, что здесь может быть. Собственно, здесь по Мосбирже, вот тот выброс вверх такой красивый, который здесь был, это была реакция на отчетность. Отчетность была действительно супер. То есть, Мосбиржа достаточно хорошо заработала на вот этом валютном кризисе. И очень большие были поступления именно с комиссией на валютном рынке. И у нее результаты достаточно хорошие. И мне кажется, что здесь просто сейчас, так скажем, формируются позиции. Бумага не сильно, так скажем, в первую десятку ликвидности не входит. Здесь накопить какую-то серьезную позицию нужно достаточно долгое время. Мне кажется, здесь просто готовится движение. Когда оно будет готово, оно начнется. Просто пока все происходит достаточно медленно. Мне казалось, что будет снижение в район 60 рублей. Этого будет достаточно. Но вот немножко ниже цены просели. Мне кажется, что будет постепенно восстанавливаться цена. Мне кажется, что ниже 57 рублей движения не будет. Это просто у бумаги такой, так скажем, среднесрочный потенциал. Здесь какого-то быстрого движения в ближайшее время ждать не стоит. Разве что будет движение по всему рынку. Поэтому здесь, если есть бумаги, нужно просто набраться терпения. Ситуация не самая, так скажем, приятная. Но что делать? Финансовый сектор сейчас не очень. Пользуется популярностью на рынке. Отсюда и отношения. Так, вопрос также по новотеку. Так, с новотеком здесь какая ситуация? С новотеком, в принципе, мне кажется, что все достаточно неплохо и, скажем, цены находятся вблизи исторических максимумов. То есть, по сути дела, мало бумаг у нас на рынке находится в такой ситуации, что цена практически находится на максимумах. То есть, то, что происходит сейчас, все вот эти откаты небольшие, они выкупаются. И, по сути дела, пока отношение к компании остается достаточно позитивным. Поэтому я думаю, что выше текущих значений мы бумагу увидим в ближайшее время. это вполне, так скажем, может произойти. Поэтому пока здесь достаточно позитивная ситуация и ничего пока не предвещает здесь каких-то разворотных движений. Поэтому сейчас тоже возможно текущий отскок от уровня 445 вполне возможно сейчас. Целью этого движения будет уровень 265, а потом дальше посмотрим, если будет позитивная ситуация по рынку, может быть, увидим более высокие уровни. Так, это то, что касается акций по фьючерсам. Давайте глянем на многострадальную нефть. Здесь пока все достаточно печально. То есть, на ожиданиях плохих решений по ОПЕК нефть опять провалилась. Сейчас она находится в районе 75 с хвостиком долларов за баррель. Фьючерс мы видим на уровне 76 с копейками. И пока, в общем-то, мне кажется, что есть еще некоторый потенциал для снижения. Мне кажется, что нефть на самом деле пытается нащупать дно, но дно это еще не сейчас. И какое-то некоторое движение вниз еще будет. То есть, то, что происходит сейчас, еще на разворот не очень похоже. Поэтому возможно, что мы увидим еще и более низкие отметки. И мне кажется, что нефть стабилизироваться начнет только в следующем году. То есть, в этом году, скорее всего, высокие цены на нефть нас не порадуют. Пока сложно предполагать, как здесь дальше будет развиваться ситуация. После сегодняшнего заседания может быть ситуация прояснится. И по фьючерсу на индекс РТС. Значит, здесь вчера мы ждали снижения до уровня сто тысяч пятьсот. Вот, по сути дела, только коснулся фьючерс этого уровня. И сегодня это произошло. И началось коррекционное движение. Здесь связанное с тем, что корректируется цена на рубль-доллар. И пока вот если смотреть на график индекса РТС, на индекс РТС если смотреть, то мы видим, что здесь пока происходит движение. Вот индекс РТС достиг нисходящей линии тренда, от него откатился вниз. То есть сейчас здесь сохраняется неопределенная ситуация. То есть с одной стороны индекс РТС держится выше тысячи пунктов, с другой стороны он не может пробить нисходящую линию тренда. То есть ситуация остается такой неопределенной. Возможно это формируется разворот, но пока мы подтверждение здесь не видим. Поэтому я бы сказала, что сейчас очень аккуратненько надо с фьючерсами на индекс РТС. Здесь никакой тенденции нет. И соответственно здесь каких-то междневных позиций лучше не оставлять. То есть торговать внутри дня по тому движению, которое возникает, но позиции на следующий день лучше не переносить. Потому как в такой ситуации, как сейчас волатильность она может быть повышенной и движения могут носить такой вот разносторонний характер. пока не будет выхода выше 105 тысяч. Такие активные длинные позиции занимать не стоит. Пока не будет выхода ниже уровня поддержки 99 тысяч, активные короткие позиции тоже занимать не стоит. поэтому сейчас тут такая достаточно сложная ситуация и мне кажется, что пока здесь сложно прогнозировать какие-то движения. Вот собственно наверное и все на сегодня. Еще раз напоминаю тем, кто подсоединился попозже, завтра брифинга не будет. И еще парочку объявлений на сегодня. Сегодня будет интересный вебинар в 19 часов про управление риском в трейдинге. Если есть желание, присоединяйтесь. И те, кто живут в городе Санкт-Петербург, имеют возможность сходить на семинар, посвященный движениям рубля. И этот семинар будет проходить на здании биржи на Гривцово. Подробнее смотрите у нас на сайте. Там все написано. Всем до свидания. Всем спасибо за внимание. И увидимся в понедельник.